Здравствуйте, уважаемые зрители! Я Гамовер, это Бонус, и в эфире программа от Винта. Мы неоднократно отмечали, что компьютерные игры могут сильно влиять на человека в них играющего. Известны случаи, когда заядлые игроки буквально преображались на глазах и подчас становились неузнаваемыми для окружающих. Простите, а вы кто? Например, один из наших экспертов, доиграв до конца в игру «Спайкрафт», вдруг стал разговаривать голосом Олега Калугина, бывшего генерала КГБ. Я прошу прощения. Другой наш эксперт, доиграв до конца в «Дум», выяснил, что при разговоре с окружающими он может непроизвольно выпускать изо рта огненные шары. Ну и так далее. Простите, а вы кто? Я. Я Бонус. А-а-а. Пожалуйста, будьте с нами в ближайшие 10 минут. Нашу программу открывает игра, которая является продолжением знаменитой «Экстатики». Эта игра так и называется «Экстатика 2». А кстати, кто вы такой? Это так и переводится. «Экстатика 2». Итак, вторая «Экстатика». Создатели игры обещали превзойти первую серию и, похоже, сдержали свое обещание. По их утверждению, в «Экстатики 2» вы встретите 8 новых смертельных видов оружия. А какие еще виды оружия встречаются? Неважно. Два новых смертельных заклинания и более 60 новых смертельных врагов, у которых одна цель в жизни – поскорее изничтожить вас, то есть игрока. Но у вас есть еще одно смертельное оружие против этих нелюдей. Кнопочка «Сейв гейм». Да, и так монстры. Они необычайно разнообразны, как по виду, так и по повадкам и образу жизни. В игре встречаются зеленые человекоподобные монстры, обезьяноподобные монстры, змееподобные монстры, мерзкие карлики с молотками, ну и так далее. Создатели игры сумели оживить даже несколько статуй, которые тоже не применут на вас напасть. Да что там статуи! На вас нападает даже рабочий люд, например, кузнецы. Да, рабочему люду иногда свойственна некоторая агрессивность. Но больше всего вам досаждают отвратительные пауки, быстро ползающие там и сям и жалящие вас в самый неподходящий момент. Один из наших экспертов, сыграв в «Экстатику-2», даже заболел тяжелой формой арахнофобии. Но вернемся к игре. Сюжет ее традиционен. У главного героя, который, кстати, со времен «Первой кстатики» обзавелся косичкой, нагло крадут из-под носа его же герлфренд. Кого крадут? Ну, близкую подругу. Герой, естественно, бросается мстить за нее. Вот вкратце весь сюжет. А как же спасать? Кого? Ну, вот, герлфренд. Кого? Ну, близкую подругу. А-а-а! Ну, спасать — это дело второе. Главное, как следует за нее отомстить, чтобы им неповадно было. И вот, руководствуясь в основном чувством мести, главный герой убивает первого монстра, за ним второго монстра и понеслось. Игра сделана по так называемой эллипсоидной технологии, что позволит вам наблюдать персонажей игры более чем с 1100 точек, где как бы расположены виртуальные камеры. В «Экстатике 2» герой может не только ходить, бегать, прыгать и пятиться, но и плавать, и даже весьма удачно драться прямо в воде. Движения персонажей в воде сделаны так реалистично, что некоторые наши эксперты, попадая в воду, забывают о великом чувстве мести. И начинают купаться, и плещутся себе вдоволь, пока эту пляжную идиллию не нарушит какой-нибудь монстр. Мы давно обратили внимание на то, что создатели компьютерных игр представляют себе будущее исключительно в мрачных тонах. Причем касается это всех областей человеческой жизни. По мнению этих людей, в будущем изменится решительно все, причем не в лучшую сторону. Иногда, как видите, эти изменения могут носить весьма обширный, даже где-то необратимый характер. «Да, да, я был маленьким и худым, а стал большим и сильным. Могу и стукнуть, если что. Да, я был необразован. Да, я не знал, с какой стороны включается компьютер. А теперь знаю. И впредь! Прошу называть меня не бонус, а супербонус!» «Понятно. А теперь давайте посмотрим на то, как в будущем изменится такая, в сущности, безобидная игра, как хоккей. Игра «Гиперблейд» продолжит нашу программу». Авторы этой игры поступили с нами довольно безжалостно, не снабдив свое творение хоть какой-нибудь предысторией. Обычно к любой лицензионной программе прилагается разноцветный буклет, где описаны свойства игры, а также подробно рассказывается, о чем она. Создатели «Гиперблейд» не дали себе труда черкнуть нам хотя бы несколько строк. Хотя один из наших экспертов утверждает, что из коробки выпала серенькая бумажка, где от руки была написана фраза «Накосе выкусить». Ну, конечно же, ему никто не поверил. Так что придется нам опираться исключительно на собственные впечатления. Мы поняли, что речь здесь идет о спортивной игре, какой-то разновидности хоккея. Вместо шайбы используется энергетический шар. Клюшки у игроков тоже необычные. Они сделаны из прекрасной стали и очень остро заточены, чтобы было удобно играть. По стадиону там и сям разбросаны ловушки, всевозможные мельницы смерти и разрезалки пополам. Как тут не вспомнить стихотворение. Шел я мимо пилорам, дальше шел я пополам. Судя по крикам, которые слышны на стадионе публики, эти новшества пришлись по душе. Хоккеисты здесь должны не только забивать шайбы, но и убивать игроков противной команды. Последняя игра нашей сегодняшней программы весьма своеобразна. Дело в том, что она выполнена в жанре ретро-фьюча. Это означает, что в прошлое были перенесены некоторые предметы и понятия, которых там быть заведомо не могло. Ну, например, компьютер. Понимаете? То есть их там быть не могло, но если бы они там были, они бы выглядели так, как выглядят в игре. Ну, а поскольку их тогда не было, то они выглядят так, как выглядят сейчас. Надеюсь, я понятно объяснил. В общем, эта игра называется «Гаджет». Игра «Гаджет», что в переводе означает «деталь механизма», выполнена, как мы уже говорили, в жанре ретро-фьюча. Мир, в котором обитают персонажи игры, напоминает Англию 20-30-х годов этого столетия. Однако, в отличие от реальной Великобритании, он изобилует техническими приспособлениями, появившимся значительно позже, компьютерами, телевизорами и тому подобным. Выглядят все эти устройства примерно так, как их мог представлять себе человек той эпохи. В целом, это напоминает описание космического корабля, сделанное, например, Гербертом Уэллсом. Гаджет относится к категории «Квест». Вам предстоит попробовать себя в роли детектива, расследующего дело, связанное с неким секретным изобретением. Все перемещения в игре происходят посредством немыслимого локомотива, управляемого электрическим автоматом. «Мир Гаджет мало населен. Вам будут встречаться в основном различные механизмы и люди, выполняющие сервисные функции, кондукторы, коридорные и тому подобное». Пейзажи и интерьеры в игре выполнены очень тщательно в своеобразной мрачной манере, что должно привлечь к ней внимание людей, понимающих. «В том-то все и дело, господа». Ну что ж, вот и все на сегодня. Зарплата. Гейм, как говорит Солова. Куда? Куда, все!